Анастасия Матвеева Прививочная кампания продолжается, сообщает Роспотребнадзор О промежуточных итогах призывной кампании у Селимского военкомата Анга «Дочь Байкала» под таким названием прошло музыкально-хореографическое представление, приуроченное Году экологии в России Традиционную акцию провела команда Северного города накануне Международного дня отказа от курения Черная пятница от Банка Восточный За прошедшие выходные на территории города Устелимска и Устелимского района зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий Одно из них с пострадавшими Подробнее о случившемся рассказала Алена Ещенко, инспектор ГИБДД 13 ноября в дневное время на 83-м километре автодороги Братск-Устелимск произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими С города Братска в сторону Устелимска 54-летний водитель, житель поселка Батарминский, двигался на автомашине ВАЗ-21043 Он не выбрал безопасную скорость движения, выехал на полосу встречного движения, затем на левую бочину и совершил съезд в кювет И в результате наезд на дерево Передвигающийся совместно с ним 58-летний пассажир от полученных травм скончался на месте Установлено, что он не был пристегнут ремнем безопасности Водитель с различными травмами был госпитализирован в ЦГБ города Братска По дороге в больницу водитель автомобиля сообщил, что причиной данного происшествия стало то, что он уснул за рулем Ранее водитель дважды в текущем году привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения Одно из которых являлось нарушение правил применения ремней безопасности По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится проверка 14 ноября в утреннее время в районе дома номер 49 по улице Карла Маркса в нашем городе Водитель автомашины Судзу при движении от перекрестка улиц Карла Маркса Белградская Не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением И совершил наезд на опору уличного освещения В результате данного происшествия повреждена опора уличного освещения Обстоятельства выясняются, возбуждено дело об административном правонарушении Также проводится проверка Вчера устилимскими полицейскими были раскрыты две кражи по горячим следам Так, 15 ноября в ночное время в кафе 1.0 отдыхала компания мужчин Когда они отошли от стола, оставив свое имущество без присмотра Один из посетителей кафе взял телефон и барсетку потерпевшего и покинул помещение Благодаря умелым действиям сотрудников полиции злоумышленник был задержан и дал признательные показания Ранее он уже совершал подобное преступление В тот же день около 12 часов из кармана куртки в раздевалке одной из школ города У ученицы был похищен сотовый телефон стоимостью 8 тысяч рублей В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что данную кражу совершил подросток 14 лет, учащийся данной школы По обоим фактам возбуждены уголовные дела, проводится проверка Стоит заметить, что в обоих случаях потерпевшие оставили свои вещи в местах общего доступа, без присмотра, создав условия для совершения хищения, сообщает пресс-служба городской полиции Далее к происшествиям Сегодня, 16 ноября, около 11 часов дня в квартире жилого дома по улице Наимушина произошел пожар На момент прибытия огнеборцев на четвертом этаже пятиэтажного дома чувствовался незначительный запах горелой проводки Дверь одной из квартир была теплая Пожарными было произведено вскрытие квартиры, в которой обнаружено тело мужчины, находящегося без признаков жизни Установлено, что мужчина 1969 года рождения Социальное положение устанавливается В результате пожара квартира полностью закопчена Повреждена бытовая техника и мебель Причина, виновное лицо, а также ущерб устанавливаются По информации работников Роспотребнадзора, эпидемии гриппа среди населения не наблюдается Однако, прививочная кампания продолжается Успевайте привиться сами и для профилактики вакцинируйте детей Наша съемочная группа пообщалась с Татьяной Козловой, заместителем начальника территориального отдела Роспотребнадзора Как в городе Усть-Илимске обстоят дела с гриппом? Много ли заболевших? На сегодняшний день Роспотребнадзор очень внимательно следит за заболеваемостью И каждую неделю к нам поступает информация о количестве заболевших На предыдущей неделе зарегистрирован незначительный рост заболеваемости, порядка 15% Но в общем и целом картина заболеваемости пока находится на неэпидемическом уровне Случаев гриппа на сегодняшний день не зарегистрировано в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе Ну и тот факт, что количество госпитализированных от общего количества заболевших Составляет менее 1% Говорит о том, что пока мест заболеваемости находится более-менее в рамках неэпидемического уровня Прививочная кампания у нас началась в сентябре и продолжается у нас она до настоящего времени На сегодняшний день привито 29 752 человека Это достаточно хороший показатель, но еще недостаточно до того уровня, который в 40% от общего количества населения Поэтому вакцинация еще продолжается На сегодняшний день вакцинации подлежат по национальному календарю профилактических прививок Дети, начиная с 6 месяцев Дети от 7 до все полностью школьники Потом учащиеся высших учебных заведений Профессионально-технических училищ Работники транспорта, медицинские работники, работники образовательных учреждений Ну и безусловно лица, которые часто и длительно болеющих Которые имеют хронические заболевания сердечно-сосудистой системы И обмена веществ, например, ожирение, диабет и так далее Вот эти вот контингенты подлежат прививкам Привиться можно детям, которые посещают детские сады и школы Значит, вакцинация проводится в медицинских кабинетах детских садов и школ А уже другое население должно обратиться в поликлиники по месту жительства И там им поставят прививки против гриппа Также можно вызвать бригаду для прививок Если там, допустим, предприятия достаточно много работников и много желающих привиться Поэтому вы сделаете заявку в поликлинику В основном это взрослые поликлиники, да, это номер 1 и номер 2 И там формируется бригада и выезжает она уже на место, так сказать, проведения вакцинации непосредственно на предприятии Тем, кто болеет уже сейчас, необходима консультация врача Грипп в зимний период обостряется, поэтому с прививками нужно поспешить Иммунизация проходит за две недели до подъема заболеваемости Поэтому вот за две недели уже до начала подъема заболеваемости необходимо привиться, чтобы, так сказать, встретить подъем заболеваемости во всеоружии Осенний призыв на военную службу начался с 1 октября и первые результаты оказались положительными Годные граждане не уклоняются и охотно проходят медкомиссию В этот раз много добровольцев Александр Елисеев, начальник Кустилимского военного комиссариата Доложил о промежуточных итогах призывной кампании По состоянию на сегодняшний день уже 70 призывников города и района направлены для прохождения воинской службы в воинские части Все они уголи к местам прохождения службы На сегодняшний день родителям уже практически всем сообщено о местах прохождения службы и призывниками А мы продолжаем, впереди еще предстоит отправить столько же призывников То есть у нас еще состоится 4 призывных комиссии Мы проведем 4 отправки призывников в вооруженные силы И хочется сказать, что на сегодняшний день или активность, или будем говорить патриотическая направленность наших граждан Ну, находится на надлежащем уровне То есть военкомат доходит до такого уровня, что на сегодняшний день большая часть призывников добровольно прибывает в военкомат Изъявляет желание проходить воинскую службу Еще пытаются, так сказать, выбрать места для прохождения воинской службы Все практически мальчишки хотят проходить службу или в войсках специального назначения, в воздушно-десантных войсках По мере возможностей мы, конечно, идем навстречу, но лучшие призывные ресурсы мы отправляем в войска Центрального военного округа Особое внимание уделяется гражданам, которые решили проходить военную службу по контракту Нами в этом году была проведена определенная работа, и уже порядка 20 человек убыли к местам прохождения службы по контракту Многие из них уже оттуда прислали свои фотографии, места размещения И довольно-таки радует то, что их, так сказать, быт организован, ну, будем говорить, на высоком уровне То есть у них отдельное помещение, полностью оборудованное, со всеми, так сказать, техническими приспособлениями С телевизор, кровати, тумбочки То есть этому вопросу в армии на сегодняшний день уделяется огромное внимание И поток граждан, которые изъявляют, так сказать, службу проходить военную службу по контракту, у нас еще есть То есть к концу года мы планируем отправить еще порядка 5-7 человек Радует то, что более 20% призывников имеют высшее образование Это хороший показатель На сегодня все команды полностью укомплектованы специалистами, водителями, механиками и так далее Во Владивосток на малый противолодочный корабль «Устилимск» также отправятся наши земляки В ноябре месяце планируется отправка 10 призывников на Тихоокеанский флот О попадании их на наш корабль «Устилимск» вопрос остается открытым В связи с тем, что на сегодняшний день наш корабль планируется укомплектовать полностью военнослужащими по контракту Кстати, один из военнослужащих убыл к месту прохождения службы буквально неделю назад и уже прибыл на корабль То есть если они будут востребованы на корабле, то, естественно, они пополнят экипаж нашего корабля Александр Владимирович обратился к родителям призывников Мне бы хотелось обратиться к родителям, что да, проблемы, то, что в первые недели или месяцы службы будет затруднено, так сказать, общение с призывниками, это нормально То есть неделю или две они, возможно, будут без сотовой связи, потому что идут в курс молодого бойца, где им практически некогда Но через месяц это все наладится, и я так думаю, что общение с призывниками не будет составлять никакого труда В завершении беседы стало известно, что наш отдел военкомата с 1 декабря меняет название и статус Теперь он станет военным комиссариатом по городу Устилимску и Устилимскому району Алена Феоктистова, Александр Килин, информационная программа «Северный город» 18 ноября 2016 года с 9 до 17 часов на все интересующие горожан вопросы по оказанию мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, ответит Горобец Тамара Михайловна по телефону 360-93 и Кудряшова Татьяна Анатольевна, телефон 676-26 В России 2017 год экологии, именно ее улучшению и будут посвящены многочисленные мероприятия Некоторые учреждения уже проводят тематические концерты Один из таких уже состоялось на сцене Дворца культуры имени Наймушина Подробности в следующем репортаже Творческий коллектив ДК имени Наймушина подготовил для школьников познавательное театрализованное представление В котором говорилось о главных достояниях Сибири – это тайга и озеро Байкал Да, а замыслил я в Сибирь матушку казаков заслать Крестьянский люд поговаривает, богатый дюжекра и есть там море Говорят, красоты неописуемой, тайга стеной Так ведь никаких доходов не хватит Цыть, на благое дело Коли в тех краях люд коренной жив, то надо бы с ним в мире быть А вместе глянишь и одолеем Сибирь-то Эх, вот это да! Неужто Русь-матушка на простор пойдет? Верь! А коли нет веры, нет дела великого Всем места на земле русской хватит Существует немало священных мест, про которые и было рассказано юному зрителю в постановке А главный упор был сделан на реку Ангу Ее считают дочерью Байкала Протяженностью более 90 километров она самая крупная река в Приольхонье С северо-востока от Анги начинаются Тажиранские степи В долине расположилось несколько сел В том числе и административный центр Ольхонского района Поселок Елансы Недалеко от елансов в долине реки находится священная гора Ерт Вокруг которой традиционно проходят ердынские игры Именно в таком формате детям интереснее изучать историю нашего сибирского края Мероприятие, приуроченное к следующему году, посвященному экологии, прошло ярко и запоминающееся Оно останется в памяти школьников надолго Алена Феоктистова, Александр Килин, информационная программа «Северный город» Молодежный парламент 8-го созыва города Устилимска приступил к работе В первой сессии приняли участие 13 депутатов парламента Заместители директоров по воспитательной работе, педагоги, организаторы учебных заведений В рамках сессии молодые депутаты представили свои индивидуальные социальные проекты Реализовать которые они планируют в ближайшие два года Тематика проекта весьма разнообразна Дополнительное образование, создание интеллектуального клуба и клуба дебатов Школьные СМИ и телевидение Знакомство с миром профессии, волонтерство, детское творчество и помощь ветеранам Международный день отказа от курения в этом году выпадает на 17 ноября Отмечать эту дату стали благодаря усилиям американского онкологического общества Причиной тому послужили постоянно ухудшающиеся данные статистики По вопросу смертности в результате табакокурения В этот день во многих городах проходят профилактические акции Вот уже третий год подряд и команда северного города меняет фрукты на сигареты Предложив горожанам отказаться от курения Подробности смотрите далее Вы знаете, завтра 17 ноября проходит международный день, день отказа от курения Подскажите, вы курите? Нет, я никогда не курировала, даже не пробовала Ну, может, какие-то напутственные слова курильщикам вы дадите? Вредно курить, плохо курить, пусть не курят Вы курите? Нет О, очень хорошо Очень давно А начал курить в семи летах Один бычки собирал Да вы что? В 30 лет бросил и до сих пор, сейчас в 71 году, сих пор не курю И презираю тех, кто курит, особенно женщин Вы курите, да? А вы знаете, что 17 ноября, в празднуются международный день, отказа от курения? Знаете? Знаете? А вы знаете, мы проводим сегодня акцию, и мы меняем сигареты на мандарины Вы готовы поучаствовать в нашей акции, дать нам сигареты, а мы вас угостим мандаринкой? Нет, спасибо Сегодня мы проводим акцию, да, вот уже те, кто курит, мы меняем мандаринки на сигареты Подскажите, вы курите? Нет Вы не курите? Нет Ну и отлично, тогда вы под нашу акцию не попадаете А все равно возьмите А я не курю 34 года курил, резко бросил Вы курите Помимо этого мы проводим сегодня акцию, меняем мандаринки на сигареты Может, поучаствуйте в нашей акции? Я вам мандаринку, а вы мне свои сигареты Ау, отлично На две сигаретки, хорошее Вы курите? Я только пью в меру Все, все Большое спасибо Старых, как говорится, не отучишь уже А для молодых, конечно, нежелательно, чтобы они курили Сейчас такая гадость в эти сигареты Это раньше качественно были, а сейчас всякую траву толкают Так что даже не знаю, что ей сказать, если честно Пять лет уже не курите? Пять лет уже не курите Вы знаете, очень хорошая тенденция, большая часть у нас не курит Спасибо вам большое Сегодня государство прилагает большие усилия для борьбы с табачной зависимостью населения Увеличивают стоимость сигарет Принят закон, запрещающий под страхом штрафа дымить в общественных местах Наложено табу на продажу табачных изделий Лицам, не достигшим совершеннолетия И теперь к Черной Пятнице присоединились банки Одним из первых эту эстафету принял Восточный Черная Пятница в Банке Восточном – это наша новая акция Если магазины радуют клиентов скидками на товар, то мы даем скидки на кредит Для всех тех, кто оформит кредит в период акции, процентная ставка будет снижена И в отличие от скидки на товар, которая дается по сути всего один раз Скидка на кредит – выгода долгосрочная К тому же в Банке Восточной сделали все, чтобы ликвидировать огромные очереди, присущие распродажам Ведь решение по кредиту принимается в течение часа, а для оформления нужен только паспорт Черная Пятница будет проходить с 17 по 19 ноября во всех отделениях Восточного Все они будут работать до последнего клиента И можно будет оформить кредит в удобное вам время Это была информационная программа «Северный город» С вами была Анастасия Матвеева Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok